Лео рисует? Уши, хобот Хобот очень веселый, да А чем мы будем рисовать? Мы будем рисовать классической гуашью Лео, густая, укрывистая Хорошо смешивается, ложится на бумагу Ох-ох-ох, настоящая гуашь И раз Стоп, стоп Мы готовимся, берем кисточку Берем большую толстую кисточку Широкую плоскую кисточку Идеально для нас подходит И берем краску и льем Зеленую, к примеру, подожди, зеленую мы потом нальем Сначала мы помочим нашу кисточку Она станет мокренькая Хорошо, теперь мы подготовимся И будем рисовать тело Тело вот здесь Мы рисуем тело белой краской Белой краской это невероятно Белый слон у нас будет Нет, у нас не будет белого слона Мы будем рисовать серого слона Мы будем рисовать белым сначала его тело И он большой, 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 большой Тело мы нарисовали Потом макнем чуть-чуть черного, совсем немножко и размажем размажем белое смешаем с черным и вот так у нас получится серый серый слон вот это да я даже не знал что может так смешивать дать называется смешивание красок сразу на бумаге когда мы получаем серый цвет с помощью белого и черного а дальше что дальше дальше мы рисуем голову голову мы тоже рисуем белый вот таким слоем большим толстым слоем рисуем голова она у нас белая пока что но мы возьмем чуть-чуть черненького дамажем и вот у мы уже с удовольствием мешаем наши цвета и попку чуть-чуть сделаем посветлее я знаю вот это вот вот это голова вот это тело что дальше дальше две ноги но не 2 а 4 потому что у слона огромные ноги они похожи на столбы похоже на столбы до рисую большущие большущие ноги вот так вот теперь вот так обводим все это смешиваем получается у нас серый слон но очень очень похож на настоящий да он очень похож и ноги очень толстые большие толстые ноги мы их нарисовали еще что у слона есть я знаю у слона есть хобот хобот рисуем два больших ухо не забудем Рисуем хобот сначала белым опять Вот так раз А потом чуть-чуть черного Чуть-чуть раз И вот у нас уже слон А здесь два больших уха Здесь ухо и здесь влезет еще одно ухо Вот такие уши Можно чуть-чуть больше черного добавить в них Чтобы обвести и было видно, что это уши И вот они вот так вот Немножечко Хобот поставит такие точечки А он у него сгибается и разгибается Вот такой у нас хобот И вот такой у нас слон Получился он здоровский Но он совсем не живой Пока не живой Давай ему попку побольше сделаем Вот сюда потолще будет Такой получился слон Толстенький-толстенький Большой-большой Хороший Хороший Люблю слонов Я когда его видел Мне всегда нравилось И хотелось с ним поиграть Да У слона есть и хвостик Мы его тоже нарисуем Вот так Размазнем И хвостик даже Как мило Да Теперь слону будем рисовать Небольшие детали Например Ротик Глазки И пальцы И пальцы у него есть тоже Вот это да Наверное огромные Они там раздавят нас Нет Они лево Нас давить не будут Потому что это просто Называется пальцы Но это такие вот Такие большие штуки Сначала мы моем кисточку Кладем Такие большие штуки Которые похожи на пальцы Но они уже Совсем атрофировались И вот так Мы делаем полукруги Раз Два Три Раз Два Три Вот это да Вот это здорово Вот это мне нравится С вами рисовать Да ребят Рисовать Мне с вами тоже нравится Я с удовольствием рисую Для вас И вот такие вот Рисую штуки Теперь нарисуем ему ротик Вот так вот Раз Улыбается Нарисуем ему два глазика Здесь и здесь И бровки И вот наш слон Готовый Здесь можно нарисовать Какие-то у него неровности К примеру Здесь в ушах У него дырочки И здесь у него Может волосики И здесь волосики Мелкие детали На нем всегда есть Какие-то неровности Кожи Вот здесь у него Складки на ногах Как у тебя на коленках Да Все это есть Мы можем это нарисовать А мы уже нарисовали Можно уже хвалить себя И радовать Можно Можно хвалить Лео Но так думаю Что наш слон Пока не очень доволен А почему Почему Потому что у него нет Ни зелени ни воды, и он просто сидит на белом листе бумаги, и это некрасиво будет смотреться. Ни для тебя, ни для меня, ни для ребят. Мы возьмем лучше какой-то синий цвет, например, и нарисуем большое море здесь. Ну, не большое, а, например, это речка, которой пришел пить слон. Смоем воду кисточкой в воде. Возьмем зеленый цвет и нарисуем ему зеленую травку вот тут внизу. Просто зеленым цветом. И нашему слону будет приятно жить на свете и в нашем рисунке. Он будет смотреть на нас и радоваться, и очень радоваться. В Африке действительно так хорошо. В Африке правда хорошо, ребят. Смываем кисточку. Мы нарисовали водополь, нарисовали слона. Нарисуем еще небольшой кружочек. Я знаю, что это. Это солнце, ребят. Я часто рисую на своих рисунках солнце, и всем это нравится, и мне это нравится. С детства я рисую солнце, и очень сам это хорошо. Да, ребят, обязательно нарисуйте солнце. Обязательно смойте кисточку и положите рядышком, чтобы она высохла. Краски лучше закрыть. Давайте, ребят, повторим, что мы нарисовали. Я думаю, что это легко ребятам повториться. Слон состоит из большого овала это тело. Голова и уши. У слона есть хобот, большие уши, большие ножища, топотыща. Туп-туп-туп-туп. Мы нарисовали даже мелкие детали. Хвостик, солнце, зеленую травку и воду. Да, это очень-очень-очень здорово. Африка замечательная страна, где хорошо можно жить. Да, хорошо жить зверям. И мы много из Африки рисуем, ребят. Приходите, рисуйте с нами акварелью, гуашью, карандашами, пластилином. Ох, скорее бы пластилин. Да, и пластилин тоже будет. Ребят, обязательно приходите в инстаграм Kids Leo легко найти и поучаствовать в нашем конкурсе. Конкурсы очень забавные. Вы каждый день можете выиграть рисунок от Leo. Leo рисует, легко запомнить, легко подписаться и легко приходить рисовать. Всегда стимуляция, ребят, к рисованию. Рисуем, веселимся и играем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok